Диметрий А тема сегодняшней встречи – письменные практики. Как с помощью простого листа бумаги и ручки добавить в своей жизни целостности и осмысленности? Обсудить этот вопрос с нами пришла Ольга Михайлюк, психолог, психодрама и гештальтерапевт. Здравствуй, Оля. Здравствуй, Катя. Расскажи, пожалуйста, что же это такое письменные практики? Письменные практики или текстовые практики – это любые тексты, которые мы пишем. Это могут быть сообщения в мессенджерах, это могут быть дневниковые записи, это любые-любые-любые тексты. Человек садится, берет ручку, берет какую-то бумагу, либо садится за компьютер и печатает некий текст, абсолютно любой текст. Это может быть текст о нем самом, о том, что он чувствует, он или она. Это могут быть какие-то наблюдения за окружающей жизнью, за кем-то. Это могут быть впечатления от прочитанной книги, о фильме, о событиях в течение дня. То есть все, что мы можем записать, все, что мы можем изобразить в знаковой форме, все, что мы можем изобразить с помощью нашего языка, в общем-то, является письменными или текстовыми практиками. И это прекрасная вещь для того, чтобы… Это прекрасные, вернее, методики, которые помогают быть более целостным, быть более счастливым, более радостным. Что же отличает именно практику, когда практика становится практикой, а не просто записью в блоге на какой-то рядовой? Есть какие-то вещи? Да, я бы сказала, конечно, что это наша целенаправленная вот такая настроенность, да. То есть получается мотивация на эту практику на другая, нежели просто черкануть в блог? Можно совершенно спокойно, спонтанно черкануть в блог и потом отнестись к анализу то, что ты черканул, как к текстовой практике. То есть, значит, можно посмотреть на свой блог вот как раз взглядом психолога или взглядом исследователя, там, самоисследователя. И заметить, есть определенные техники, которые позволяют проанализировать любой абсолютный текст, как текстовую практику. Вот, то есть посмотреть, это можно сделать с помощью психолога, да, то есть можно посмотреть, что написано, какая последовательность изложения, с чего автор начал, чем закончил, какие основные фигуры в тексте присутствуют. Ну и просто это очень-очень много техник, это, в общем-то, целая огромная область или даже несколько областей наук работают с текстовыми практиками. Это и психолингвистика, и психосемантика. Вот, это, в общем-то, огромная такая очень интересная область, которая меня сейчас захватила. Вообще, если честно, я бы хотела спросить у тебя, как ты пришла, собственно, как-то, ну, потому что не каждый психолог на самом деле ценит и понимает, что такое письменная практика. Какой был твой опыт, что ты такая, вау, это же очень интересно и полезно. Да, да, спасибо за вопрос. Вот сразу обращаю внимание на книги. Это книги моего преподавателя, моего учителя по психодраме Иримы Ефимкиной. Вот, например, книга «Хорошая женщина, мертвая женщина». Здесь психологические новеллы. Что это такое? Это истории. Это истории, написанные, в общем-то, и от лица психолога. Да, это истории о самопознании, о применении в практике, в жизненной практике, да, психологических знаний. Вот, это истории, там, от лица написаны разных-разных женщин. Как сказка терапия для взрослых девочек. Я думаю, что это можно, да, назвать что-то, можно так назвать. Так вот, вот эта книга попалась мне на глаза, на, ну, довольно давно, я думаю, что это лет 15 назад. Вот, и она меня очень захватила, она меня заинтересовала. И, прочитав некоторые истории, я буквально почувствовала, ну, почувствовала живой очень отклик внутри. И вот это ощущение, это состояние, оно для меня было очень, очень целительным. Есть даже целое направление, которое называется библиотерапия, направление, я имею в виду, психотерапия. Вот, и я бы сказала, что это тоже работа с текстовыми практиками. И эта работа тоже связана с тем, чтобы изменить состояние человека, психологическое, эмоциональное состояние к лучшему. Вот, поэтому, вот как-то я начала читать книги Риммы, начала учиться на психодраме. Вот, здесь есть еще одна книга, которую я хочу также показать. Это книга в переводе с марсианского. Мы что ее назвали? Да, книга в переводе с марсианского. И в этой книге те, кто заинтересуется текстовыми практиками, работая с текстом, может быть, психологи могут узнать, как организованы приемы метакоммуникации в психологическом консультировании и психотерапии. Еще один из пишущих психологов – это Ирина Млодик. Я знакома ли тебе такая? Нет. Это детский подростковый психолог, экзистенциальный терапевт, даже, не знаю, семейный, наверное, уже. Семейный психолог, семейный терапевт. Вот то, что касается рассказывания или записывания историй от лица, например, каких-то других вообще совершенно героев, как вот в этой книжке «История от лица ребенка». То же самое я делаю в своей работе с клиентами. То есть метод психодрама позволяет разыгрывать какую-то историю, которая внутри живет, эмоционально наполнена внутри человека, внутри клиента. Метод психодрама позволяет разыгрывать ее с помощью предметов, с помощью группы людей. И также мы можем разыграть эту историю с помощью написания разных текстов, небольших, от лица разных героев истории. Я вспоминаю Чака Паланика, у него там в книжке герой встречает текст, где человек пишет от имени своих внутренних органов. Я желудок Джека, я пучка Джека. Это вот про это примерно, да? То есть я кто-то там. Мы можем разыгрывать разные ролевые ситуации. То есть мы можем писать небольшие тексты из разных ролей. Например, предположим, если у вас болит голова, то в работе с психологом вы можете исследовать эту ситуацию. Этот симптом, головная боль, да? Про что это, когда начинается, в каких ситуациях, после каких ваших действий, там, после... Может быть, там есть какой-то сильный эмоциональный процесс. Мы можем исследовать эту ситуацию в терапии разными способами. И в том числе можем написать разные небольшие тексты. Из роли головной боли, например, это может быть такой текст. Вот, там, я головная боль. Я, там, например, сейчас в голове, там, не знаю, у Кати, да? Я там делаю то-то, я появилась потому-то, я хочу сделать, там, то-то. И поэтому, в общем, я, там, в чем-нибудь Кате мешаю, да? Или в чем-нибудь, наоборот, от чего-то ограждаю, помогаю. И так далее, и так далее. То есть, вот, мы можем написать несколько таких текстов, и это позволит посмотреть на ситуацию, на вот этот процесс, который проходит, да, со стороны, его исследовать, изменить. И получаем возможность изменить к лучшему состояние человека, эмоциональное. А можно писать от лица, например, ну, допустим, я с кем-нибудь в конфликте, и от лица человека, с которым я в конфликте? Да, конечно, конечно, да. И в данном случае здесь можно написать и от лица того человека, с кем вы в конфликте. И вот именно в тексте будет замечательно, если вы, если речь идет о вас, то вы можете описать все, что вы чувствуете, все, что вы думаете, да, как вы видите решение этого конфликта. И сам вот этот вот процесс прописывания, описывания ситуации, он уже позволит выразить ваши чувства, снизить эмоциональную напряженность. Вот, и позволит подобрать те слова, которые будут способствовать скорее решению конфликта, да, позволит постепенно посмотреть, опять же, с другой стороны, да. То есть вы можете написать этот текст, отложить его и вернуться к нему, например, на следующий день. Перечитать, посмотреть, другим взглядом. Вот, и, собственно, это тоже, да, это тоже текстовые практики, это практики такой самопомощи, это можно делать без психолога. Вот, этому можно научиться и самостоятельно применять это. Про точку зрения, с которой я пишу, да, то есть я могу писать от симптома, от другого человека, еще от чего-то, ну, то есть из какой-то точки. Есть еще какие-то варианты, например? Я думаю, что точек зрения, да, фокусов внимания может быть очень много самых разных. И здесь, смотрите, мы можем вообще с другой стороны посмотреть, вот как мы делаем, как я делаю на своих тренингах, да, на которых, собственно, основная моя задача, весь вот сейчас такое, у меня много желания впечатлить текстовыми практиками. И научить, вот как-то вдохновить на такую самоработу, самоисследование. Так вот, можно, например, менять положение тела, когда пишешь какие-то разные тексты, да, то есть мы с клиентами постоянно замечаем, да, что, предположим, человек начинает писать какой-то гневный текст, например, как раз какое-то гневное послание своему оппоненту, там, с которым конфликтует. Вот, а если в этот момент заметить, как себя чувствует тело, да, насколько положение удобно, если в этот момент дать себе больше комфорта, например, вот у меня клиенты говорят, вот есть такое упражнение «Мое счастливое тело», я три раза задаю вопрос клиенту, обратите, пожалуйста, внимание на свое тело и изменить положение тела к лучшему, вот чуть-чуть, да. Да, и прямо вдохом. А, давайте прямо сейчас. Да, да, я прямо всегда подключаюсь к таким вещам. И вот прямо сейчас, для того, чтобы проверить, насколько вам стало легче, лучше, то сделайте вдох, медленный выдох и проверьте, есть ли еще где-то дискомфорт. И еще раз измените к лучшему, да. И еще раз, третий раз измените к лучшему положение тела, для того, чтобы почувствовать себя лучше, увереннее, может быть, вот как-то пошевелить плеча. Да, как-то внимание в нем разместить. Да, 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 да. Разместить внимание, более почувствовать такую, знаете, опору, да, там, например, ногами упереться, да, там, руками вообще, вот любую опору. Вот, и почувствовав вот эту опору, почувствовав вот эту некоторую такую внутреннюю стабильность, вот из этого состояния, например, можно написать еще один текст. И если мы сравним эти тексты, то, как правило, они более, они различаются, вот, как правило, человек, когда находится в более стабильном, более таком состоянии, уравновешенном, у него шире взгляд, у него больше энергии на контакт с другим человеком, вот. Поэтому мы экспериментируем на наших занятиях, и лежа пишут клиенты тексты, и там было желание, там, вниз головой. Стоя на гвоздях, сейчас гвозди жимут. Стоя на гвоздях еще не пробовали, спасибо большое. Я думаю, что что-то такое, да, попробуем, да, или в прыжке, или еще что-то в танце. Я думаю, что... В прыжке с парашютом, коротенький текст будет. Да, я думаю, что здесь очень много разных вариантов, вот. Итак, мы можем, значит, использовать текстовые практики для того, чтобы они, правда, помогали чувствовать лучше себя, чувствовать устойчивее, чувствовать более счастливым, более радостным, вот, самым разным образом, да, то есть, вот, как я уже говорила, мы можем писать разные тексты в течение дня. Мы можем начинать наш день с того, что мы садимся и пишем какой-то небольшой текст. Легендарные утренние страницы. Да, 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 есть вот такие очень известные практики, да. Собственно, что здесь вот, немножко давайте прокомментирую, что здесь работает. Ну, во-первых, вот, когда мы пишем, мы примерно вот так же, как сейчас, да, то есть мы сидим обычно, да, если мы не экспериментируем, там, не прыгаем с парашютом и там ни с головой не висим, вот. Вот, а если мы просто вот хотим что-то написать, то мы, как правило, сидим, да, как правило, наше дыхание, ну, оно такое более-менее размеренное. Вот, то есть мы уже формируем пространство вокруг себя таким образом, чтобы смочь писать или смочь печатать, да, ну, там на компьютере или, например, набирать текст на телефоне. И, как правило, эти позы уже более спокойные, более эстетичные, более такие располагающие к умиротворению. Такая своего рода медитация. Да, 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 совершенно верно. Поэтому, если мы начинаем свой день с такой практики, да, то уже, как будто бы мы получаем возможность с самого утра настроиться таким хорошим, спокойным образом, да, и более того, мы, например, если вместо этого мы начнем свой день с того, что мы посмотрим в наш, там, смартфон, да, и что-то соприкоснемся с... Миром информации, миром новостей, да, то тогда мы скорее направим свое внимание вовне. А если мы начнем свой день с письменной практики, то мы направим свое внимание внутрь себя. Вот, и мы разместим то, что вот есть внутри, вовне. А это процесс творческий, это может быть процесс творческий, может быть процесс, как правило, такой вот эмоционально освобождающий, и это точно улучшает настроение. Таким образом мы настраиваемся на то, что нам важно, да, мы соприкасаемся с тем, в общем-то, с теми процессами, с теми ценностями, в общем-то, которые важны прежде всего для нас. Ну, и я хотела бы еще поговорить о другом эффекте, более таком пролонгированном, что ли, да. Это работа связана с исследованием семейной истории, с описанием семейной истории, вот, и с записыванием истории про своих членов семьи. Это как, типа, создание родовой книги какой-то, да? Да, да. Вот я хочу рассказать о тех текстах, о тех всяких разных книжках, которые мы создаем вообще в моей семье, в нашей семье, да. Вот, например, это такие тексты. Это истории про моего сына. Прям целую книгу выпустили с историями про сына? Да, но это книга, и вот эти вообще все книги, их несколько штук, вот, они созданы вот это мной, это моей мамой. Эти все книги, они, ну, нигде не продаются, они... В одном экземпляре. Они в одном или в двух экземплярах, и они для нашей семьи. Да. Вот, это для того, чтобы запечатлевать разные, да, интересные истории, это для того, чтобы помнить, для того, чтобы была возможность как раз налаживать связи между поколениями. Еще варианты текстовых практик, да, которые можно как-то развивать вот в своей семье. Вот первая книжка, которая появилась в нашей семье, там, лет 15, наверное, назад. Вот, и, в общем-то, появилась довольно случайно. Я увидела, что есть такие персональные сказки, вот, сказки про вашего ребенка. Это целая большая серия. Вот, я узнала о том, что там есть и психологический, и воспитательный компонент, вот, у таких историй. Заинтересовалась и сделала книжку для своего сына. Вот. А сын еще сколько? 15. 15? Да, ну, здесь это для совсем маленького, соответственно, здесь вот есть, можно увидеть по фотографиям, что для совсем маленького, да, ребенка. Вот. Вот, и как-то мы делали такие книжки и дальше, и продолжила эту традицию моя мама. Она сделала тоже несколько книг. Я даже не все их, ну, сейчас... Она про внуков делает тоже. Да, она делает вот тоже своему внуку, другому внуку и так далее. Вот, и, собственно, что можно делать в таких формах, да? Я думаю, что это форма любви, это форма какого-то, да, такого текста. Это тоже текстовые практики. Это текстовые практики, которые можно в своей семье как-то взращивать, развивать. Я думаю, что это прекрасная возможность. Например, можно сделать там фотокнигу, да, и дополнить ее совсем немножко историями, да. Да, вот, можно сделать какую-то тематическую книгу, да, вот, посвященную какой-то определенной теме. Есть книги, которые состоят вот буквально из фотографий и каких-то небольших заметок, да. То есть, когда там пошел, когда улыбнулся. Первое слово. Да, первое слово. Что это было. Вот, и, собственно, вот такие тексты, текстики маленькие, ну, ведь они же наполнены большой любовью. Они наполнены вот этой вот важной связанностью между членами семьи. Я думаю, что это вот очень важные семейные практики. И вот отдельно я бы хотела сказать про вот эту книгу. Ее написала моя мама для меня. И здесь исследование, исследование семейной истории нашей. Вот. Таких книг сейчас, я думаю, что много. И они самые разные. Я думаю, что важно сказать о том, что, когда мы просто записываем истории о своей семье, вне, может быть, контекста, там, это, может быть, не связано с какой-то целью что-то проработать, да, что-то изменить. Вот, скорее, это фиксация событий, запечатлевание, да, то есть мы... Отружение. Да, отражение, отражение той реальности, в которой мы живем, это отражение тех, может быть, важных событий, которые происходят в семье, которые происходят, в общем-то, постоянно, которых очень много. И это позволяет наладить вот такую определенную связь между поколениями. Вот. И то, что касается нашей семьи, да, то у нас просто серия книг, у бабушки уже блок большой, у меня тренинги, курсы, касающиеся текстовых практик, вот их психологического аспекта. Вот, то есть для нас, для меня это оказалось очень такое ценное, интересное, большое направление. Вот так вот. Что еще можно делать с написанным? То есть можно сделать книгу. Я помню, что мы когда, ну еще, когда учились, экспериментировали тоже с письменными практиками и писали письма Богу. У нас была такая практика, то есть «Дорогой Бог, я там твоя дочь». И, значит, выкатывали там, о чем мечтаем, что хотели. И мы отправляли прямо на e-mail. Вот здесь «Бог, собака, мы лыру», «Бог, собака, джим мы лыру». То есть там какие-то реальные люди это получали. Ну, как бы мы с одной стороны написали, а потом нашли свидетеля написанному, да, вообще, ну, чужого, да, неблизкий человек. Что еще можно делать с написанным? Это интересный вопрос с написанным, что можно делать. Ну, я думаю, что тот, кто хочет как-то действительно донести то, что, да, он или она написал, это, конечно, можно создать свой блог, да. Это можно выпустить не книгу для, там, внутри, не книгу только для своей семьи, а это может быть книга, да, которая для всего мира, там, интересная. И сейчас огромное количество возможностей для этого, да, то есть можно выпустить, например, электронную книгу, там, самому ее разместить. Вот. И таким образом вот как-то делиться. У меня есть подозрение, что некоторые люди не идут делать, ну, там, письменные практики, потому что у них есть опасение, что кто-то увидит. Ну, там, если ты там что-то личное пишешь, и многие не идут, потому что есть вариант, что кто-то увидит. Это вот есть такое или мне кажется? Я думаю, что, конечно, опасение про то, что кто-то увидит мои записи, да, кто-то узнает о том, обо мне, да. Конечно же, они есть, и это такие, я думаю, вполне такие реалистичные опасения, да. Поэтому я видела, да, что есть дневнички, которые продаются, да, и они прям такие с замочком, да. Или какие-то другие можно, ну, соответственно, варианты использовать для того, чтобы ваши записи, ваши личные записи, да, они были доступны, например, только вам. Ну, я думаю, что, конечно же, здесь нужно как-то позаботиться, да, о своих вот личных записях. Самый гарантированный вариант — сжечь. Сжечь? Ну, нет, я думаю, что если бы сейчас мне были доступны те дневники, которые я там писала, небольшие заметки в детстве, в юности, я думаю, что это было бы очень интересно прочитать, да, сейчас. И я уверена, что, собственно, те дневниковые заметки, которые пишут люди прямо сейчас, например, да, они будут очень важны и очень интересны, там, через несколько лет. Вот, может быть, даже сейчас нет какого-то запроса на психологическую работу, да, внутреннюю. Может быть, нет какого-то там понимания важности, да, насколько важно быть, вот, там, свидетелем там разных изменений, вот. Но я уверена, что эти записи дневниковые, они могут быть потом очень полезны для того, чтобы посмотреть, как я жил, да, как я справлялся, что или справлялась, что, какие стратегии использовал, что для меня было важно, вот, и это, это очень ценно, это, конечно, да, лучше не жечь, лучше не жечь. Да, и здесь я еще хотела сказать, что, конечно же, вот, может быть, много опасений, да, и каких-то много, там, не знаю, страхов, тревог и так далее. Однако, однако, те мои клиенты, которые, ну, как-то отважились, да, на то, чтобы, вот, все-таки, ну, как сказать, выражать себя, свои мысли, вот, в общем-то, отмечают вот эту невероятную, какую-то, знаете, радость свободы, и радость соприкосновения со своими ценностями, и вот сам этот процесс письма, сам процесс выражения себя, вот, себя настоящего, себя без, там, фильтров, без критики, есть разные тоже способы, просто спонтанное письмо, например, просто вот садишься и пишешь все-все-все, что приходит в голову без каких-либо, даже без формулирования, да, в потоке, вот, и это письмо тоже очень ценно, потому что оно позволяет человеку, ну, буквально соприкоснуться со своими ценностями и после такой практики ощущать себя более целостным, более таким собранным, более готовым встречаться уже с реальным миром и с какими-то сложностями, может быть, решать какие-то задачи, вопросы. У меня есть собственные истории о моей профессиональной жизни, вот, которые потихоньку, вот, я начала публиковать, и вот, вот в этой книжке «Экскурсия в профессию психолога», в этой небольшой брошюрке, которую, брошюре, которую мы выпустили с коллегой к нашей конференции, здесь тоже есть несколько историй, вот, истории жизни психолога, вот, эти несколько историй объединены в теме «Профессиональная этика», вот, и мы сделали такую хитрую брошюрку, в которой, с одной стороны, экскурсия в профессию психолога, а с другой стороны, у нас есть этические кодексы, и мы развиваем эту тему в нашем профессиональном сообществе, знакомим психологов с вопросами этики, этическими дилеммами, да, но для того, чтобы это не было так очень как-то тяжеловесно, хмуро, да, для этого у нас есть, есть вот, да, несколько, три небольшие истории, которые позволяют настроиться на тему взаимодействия с профессиональной этикой, как-то ощутить эту ценность этой темы, вот. Вот, о письменной практике я вот тоже осознаю, что это ценно, мы про это поговорили, про внутренние страницы знают тоже многие, на самом деле, но практикуют единицы, как же встроить в свой быт, в свое каждодневное, там, проживание, письменные практики, как, вот, даже осознавая эту ценность, сделать это очень трудно, есть ли что-то, что может помочь это сделать? Я думаю, что, конечно же, в первую очередь может помочь положительный опыт, то есть, если, вот, ну, на самом деле, да, попробовать буквально, там, один-два раза, и самое главное заметить те ощущения, те чувства, которые появляются после, там, написания текстов, например, попробовать, вот, написать спонтанный текст и выгрузить туда, вот, буквально, вот, все-все-все, да, можно, кстати, сделать таким образом, можно дать себе, например, там, 10 минут, да, и в течение вот этих 10 минут писать спонтанный текст, ну, буквально, что идет, да, я сижу, там, за столом, там, я, вот, у меня ручка в руках, я пишу, мне не хочется писать, и вообще это какая-то авантюра, ну, ладно, так уж и быть, 10 минут попишу, да, то есть, это может быть вот буквально вот такой текст, и через некоторое время этот текст, я уверена, он постепенно, постепенно будет превращаться в тот настоящий текст о том, что важно для человека, да, то есть, так, как правило, так и случается, да, ну, так уж и быть, попишу, например, про то, что, там, сегодня не хочу делать что-то, что-то, и там, и то-то, и так далее, и вот этот опыт выражения себя, опыт творческого выражения себя, вот он, как правило, такой эмоционально насыщенный, и он может мотивировать, поэтому, я думаю, что постепенно, через опыт, да, через опыт, словишь несколько инсайтов и потядешь, да, совершенно верно, да, да. Спасибо большое за этот полезный разговор, хочется надеяться, что каждый зритель вдохновится, пописать что-нибудь для обретения гармонии с собой, другими и миром в целом. А следующая наша встреча будет посвящена выгоранию, что это такое и как обезопасить себя от этой беды. Обсудим, до встречи. Субтитры подогнал «Симон»!